всем привет ребята вы находитесь на канале sober vision пора уже рассказать о пробковых муравьях это единственные муравьи в моей коллекции которым нужна зимовка вообще ко мне было много вопросов по поводу будут ли видео про муравьев действительно я хорошо так проредил свои колонии это связано с моей новой концепцией не больше 3-4 колоний в доме это связано в первую очередь с тем что времени для ухода за муравьями нужно очень много а его и так нет банально не успеваешь даже наблюдать за своими колониями они живут как-то своими жизнями а я как-то своей поподробнее об этом в новостном выпуске вернемся к пробковым муравьям они имеют свои неповторимые особенности поэтому думаю что их я по-любому оставлю эти муравьи у меня зимовали зимовка началась с 1 ноября естественно 2017 года я не стал плавно понижать им температуру сделал так как ведет себя погода в последнее время а именно сразу с температурой 27 градусов поместил формикарий холодильник где температура около пяти семи градусов выше нуля первые две недели зимовки я пробовал их кормить но потом глядя на их апатичное состояние полное отсутствие интереса к чему-либо я отказался от этой дурацкой затеи единственное что я делал так это раз в две недели увлажнял гнездо 1 марта я вывел их из этого состояния сразу поместив комнатную температуру зимовка прошла с небольшими потерями умерла около трех четырех муравьев кроме этого из-за повышенной влажности в двух камерах образовался небольшой плесневый налет этот же налет я заметил и на арене конкретно на самом бревне и элементах декора оттуда налет был удален сказать что муравьи сразу стали супер активными в плане появления новых яиц нельзя до колония теперь не было в состоянии высоковых фигур муравьи в привычной себе манере делали ночные вылазки за едой даже стали таскать лапки от тараканов в свое гнездо только спустя месяц я обнаружил наконец-то первые яйца кроме этого одна из старых личинок перешла в стадию кокона но из этого кокона в дальнейшем появился первый светлый муравьишка одну из личинок кормят от живота и скорее всего это будет солдат очень на это надеюсь сейчас у меня всего один солдат который честно несет дежурство у входа в гнездо закрывая его своей пробковой головой и еще судя по его брюшку является хранилищем пищи у колонии хотя может просто коррупция отбирает часть еды у входящих муравьев на арену я добавил поилку после этого брюшки у всех муравьев заметно увеличились что не наблюдалось при кормлении сиропом муравьи при фуражировке бегают достаточно активно но при малейшем шорохе как зайцы бросаются к ближайшему укрытию ну или просто застывают такого поведения у других своих муравьев я не встречал интересно будет наблюдать как будет меняться поведение колонии при ее развитии и увеличение количества особей это все что я хотел на сегодня вам рассказать ребята спасибо за просмотр обязательно подпишитесь на канал поставьте этому видео лайк до новых встреч всем пока пока удачи а